Привет, 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 песеры, с вами Морж, у нас 9 число на календаре, я нахожусь в приложении eFootballHub, я думаю, все вы его знаете, спасибо ребятам, которые его делают, и само собой стоит поговорить про эпиков, которых нам завезли вчера, и с ними вместе еще 8 газконцев, специальные карточки, защитники, собственно, серии А. И, ребят, честно, я удивлен, вот при всех раскладах, да, вы знаете, что через меня можно пополнить монетки на мобилочку, нужно написать мне влс в телеграме, ссылка в описании, закрепленном комментарии, вот, с российских карт, и реально, вчера по пополнениям, ну, честно, за последний, да, за последний год больше было только на месте, когда вышли 3 месте биг тайма, я думаю, вы этого помните, я охренел, да, Мальдини один из лучших, а может быть и лучший центральный защитник нашей игры, но при всех раскладах, все-таки, я такого не ожидал, я ожидал, что, да, ребята будут закидывать, но чтоб столько, чтоб столько много, я к вечеру, у меня уже руки опускались, если честно, крайне тяжело общаться с людьми. Ладно, как обычно, в описании, закрепленном комментарии, ссылочки на мой чат, где нас кучу народа, естественно, ссылка на мой новостной канал Моржательная, и, кстати, у нас там впереди платный турнир, да, в котором я буду участвовать, так что, если хочешь попытать удачу и попасть на меня, то переходишь в Е-собака турниры, в общем, я думаю, вы все в курсе. Такс, давайте смотреть на гасконцев, которых нам предлагают вместе, собственно, с эпическими игроками. Я вчера, в принципе, уже говорил, когда я открывал паки, отсюда я выделял только Калулу. Классный центральный защитник, как по мне, защитные статы, прям ок, скорость с ускорением вообще охренительный для центрального защитника. Прыжок есть, игра головой кое-какая есть, корпус присутствует, выносливость присутствует, даже по снизам кое-какой есть. Перекачивать я бы его не стал, в таком виде он мне и нравится, но, ребят, три навыка, три навыка, это, конечно, беда, печаль, честное слово. Для специальной карточки, ну, да, я понимаю, у защитников обычно навыков меньше, чем, там, у условных атакующих полузащитников, оттянутых форвардов, центральных нападающих, ну, вы поняли, но три, ну, типа, ну, сделайте пять хотя бы, ну, хотя бы пять, ну, канами, канами, канами. Что тут еще? Самый высокорейтинговый опорник, голландец, вот, смотришь на максимальную прокачку, и в защиту умеет, и скорость с ускорением для опорника, ну, относительно, сила удара, которая ему нахрен будет не нужна, выносливость, ладно, окей, че-то там корпус, че-то там игра головой, че-то там прыжочек, пас низом, пас навесом, окей. Ну, смотришь, типа, вроде и неплохо, а вроде и таких игроков, как он, за пятак можно в базарный день десять штук приобрести, ну, то есть, слишком много уж у него конкурентов, плюс стиля штрафной-доштрафной для опорника, ну, такое. Навыков-то вроде есть, вроде насыпали аж девять штук, не знаю, с одной стороны, самая высокорейтинговая спецкарта в этом паке, с другой, а зацепиться глазу не за что. А, ну вот, еще у нас, да, один девяносто пятый центральный защитник есть, так, что здесь у нас хорошего? Ну, в защиту прям крайне достойно, плюс сто девяносто четыре роста, конечно, тоже крайне достойно. Корпус отличный, головой играет, прыгает хорошо для своего роста, очень даже хорошо. Ну, вот, ладно, пожалуй, его я бы тоже выделял. Очень даже неплохой центральный защитник, прям в основную команду может стать, в принципе. Ну, опять же, четыре навыка, ну, хотя бы четыре, а не три, ну, такое, такое. Меретт, понятно, Мансини, понятно, хрен его, Дюмфрис. Ну, типа, он хорош тем, что на флангах обычно игроков с ростом 189 нету. Для фланга это прям очень высокий игрок. В остальном, да, скорость, ускорение, вот это все, но дриблы не завезли, паса не завезли. В защиту, ну, что-то умеет, что-то умеет, но не более того. Навыков не 10, навыков всего 7. Не знаю, вот действительно, эта селекция для меня крайне странная. Реально, глазу зацепиться не за что. Поэтому давайте, 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 перейдем к, собственно, эпикам. Начнем, пожалуй, с Алдаира. Я думаю, он самый непопулярный в этом паке. Да, есть ребята, которые собирают полностью рому. Я, кстати, вчера с товарищем общался, он как раз собирает эпическую рому. У него в центре Алдаир, ну, левый центральный защитник. И на левом фланге стоит Кандела, ну, вы помните. Короче, у обоих вот эти выражения лица, оба такие охреневшие в левую сторону смотрят, как будто не понимают, что им сейчас оттуда прилетит. В общем, крайне прикольно выглядит. Так, максимальный рейтинг, буст, прокачка тренера. Ну, тут прям в защиту круто. Особенно вот подкаты, это прям 101. Супер, мега классно. Скорость с ускорением для центрального защитника отличная. Прыжок есть, игра головой есть, корпус есть. В целом, очень классный центральный защитник, если бы здесь не было Бергоми и Мальдини. Ну, то есть, он все-таки чуть похуже их. В основной состав вообще в легкую залетит. Не самый богатырский рост 183, но, тем не менее, по статам прям очень даже хорошо. По навыкам, вот здесь уже, ну, поднасыпали, уже выглядит побогаче. 3, 6, 9. Блокировщики есть, верховое главенство есть, подкат, опекун, перехват. То есть, навыки... А, и акробатические выносы. Все защитные навыки есть, низкий пас навесом есть. Единственное, что я бы добавлял, что-нибудь на пас, да и все. Вот реально, что-нибудь на пас докинуть ему, чтобы он еще и более-менее начинал атаки. Стиль разрушительный. Ну, я больше люблю наращивание, но тут, короче, каждый дрочит, как он хочет. Я думаю, вы сами понимаете, стиль надо все-таки выбирать под себя. По прокачке, 4 в ускорение. Ладно, допустим, 4 в скорость. Допустим, 8 в корпус, 14 аж в защиту. Ну, с одной стороны, крайне вкусные показатели. С другой стороны, возможно, я бы пару статов защиты убирал, потому что мы всего убираем пару статов, и целых 8 имеем дополнительно, которые можно куда-то раскидать. Так, Алдаир у нас становится 99-м, а не 100-м, да? А что можно ему поднять? Ему можно поднять, например, за 4 ему можно поднять пас. Мы получаем пас низом 79, пас навесом 76, а он у нас становится сотым, и у нас еще 4 стата в запасе есть, которые можно куда-нибудь закинуть. Вот вопрос только куда. Ну, в ускорение, ну, не думаю, хотя можно ему поднять ускорение будет 79, баланс 71, ну, умение атаковать ему, понятно, не надо. Еще парочку докинуть в пас, чтобы пас низом стал 79. Ну, естественно, удары ему явно не нужны, дребла. Ну, на самом деле, на самом деле, можно ему поднять дриблу. То есть, чтобы он еще и дриблить относительно умел, и все это было в желтой зоне. То есть, у нас в желтой зоне полностью дриблинг, у нас в желтой зоне полностью пас, при этом у нас в бирюзовой зоне все защитные статы, скорость с ускорением пойдет, прыжок, все вот это вот так очень неплохо остается. Наверное, вот так бы я его прокачивал. То есть, все-таки, немножечко дриблы я бы ему дал, потому что все-таки забрал мяч, там, побежал, немножечко пробежал, пас передачу отдал. В общем, такое. Давайте идем к следующему товарищу. Дядя нас уже ждет. Да, кто не знает, именно такое прозвище было у Бергоми. Единственная его карточка в нашей игре. А ведь он был, и в видео я говорил, ребят, он был центральным защитником. И здесь это видно, ну, вот вы в левой части видите, что он 85 как центральный защитник, а 83 как правый защитник. Куда его качать? Ну, по-хорошему, если вам вообще насрать на то, что там, с каких команд у вас игроки, то есть вы собираете максимальный состав, естественно, качать под ПЗ. Естественно. Это сотый правый защитник, но хотя, если у вас есть Тамиясу, например, если вы уже выбили Кастакурту и поставили его на правого защитника, вопросов-то нет. Кстати, знаете, что самое смешное? Вот смотрите, я прокачал его на правого защитника, если вот при такой прокачке его поставить на центрального защитника, у него будет в игре рейтинг 100. Просто запомните, когда будем разбирать центрального, мы к этому вернемся. При автоматической прокачке скорость с ускорением, вопросов нет, сила удара, вопросов нет, выносливость, нормальность, корпус, игра головой, прыгучесть для правого защитника, все отлично, показатели в защиту для правого защитника, опять же, все отлично, кое-что есть по дрибле. Здесь вот я, пожалуй, только отсюда бы, наверное, один стат снимал, четыре лишних навыка мы получаем, вот, потому что, ну, тринадцатый навык, ну, уже прям совсем дорого, а тем более, этот один стат снял, как вы видите, рейтинг у него не поменялся. Куда бы я это закидывал, ну, не знаю, удары ему точно не нужны. А остальные все статы у нас здесь немножко раскиданы, то есть, ну, просто четверочку из ничего я сделать не смогу. Можно, в принципе, поднять ему корпус игру головой, можно ему поднять дриблу, ну, не думаю, а можно поднять ему пас. И, наверное, в пас бы я это все дело и закидывал, чтобы пас низом был 81, пас навесом 83, итого сотый правый защитник. И на центрального защитника, если вы его поставите, тоже он будет в игре показывать 100. Кстати, и номинально будет 100. Но теперь давайте посмотрим его, именно если прокачать под позицию центрального защитника. И вот здесь вот интересно, хренак и 102. А почему так? А потому что, ребят, потому что так, так, вообще, давайте, он должен 103 быть, если я не ошибаюсь. Так, максимально их перезагрузил, ну, перезагрузил, перезагрузил. Да, вот, 103. Он на позиции центрального защитника. То есть, такой же, как Мальдинди. Но, обратите внимание, что при этом в игре будет показываться 97. То есть, вот, сейчас два мира сталкиваются. Если ты качаешь его как правого защитника и ставишь на центрального, то будет показывать на ЦЗ-шке 100. А если ты ему целенаправленно качаешь как центрального, то в игре на ЦЗ-шке будет показывать 97. Вот из фильма какого-то была вот эта вставка. Я не знаю, если найдут это. Ну, бред же, ну, бред. Но, ну, вот. Это Канами, ребят. Вот, вот такая вот логика. Если ты четко качаешь его под эту позицию, в игре будет 97. А если под другую позицию и ставишь на эту, то будет 100. Вот такие вот дела. Ах, бред. Реально бред. Для самого центрального защитника скорость с ускорением кайф. У центральных защитников такой обычно нет. Сила удара не нужна, понятно. Прыжок есть, игра головой есть, корпус есть, выносливость есть. Великолепные показатели в защиту. Все 95+. Плюс пас снизом, плюс пас навесом. В общем, центральный защитник прям топовейший. Да, на центральном защитнике не будет работать стиль. Я люблю вообще стиль оборняющийся защитник. Я предпочитаю, чтобы фланги у меня были именно такие. Вот, но тем не менее. Короче, как ЦЗшник, ваш основной состав налегке залетит. Вообще налегке залетит. Но наравне с Мальдине. Навыков ему достаточно большое количество сделали. Сколько у нас тут? 3, 6, 9. 9 все хорошо. Подкрутка шведкой у него даже есть. Вот, вдруг он очень сильно захочет забивать. Перехват есть, опекун есть, подкат есть. То есть, не хватает блокировщика, не хватает акробатического выноса, не хватает верхового главенства. Вот это, в первую очередь, ему нужно ловить. Ну, по моему мнению. Ну, и переходим к Мальдине. Че тебе за тобой, Мальдине? Так пошли. Я вот, знаете, на самом деле, наверное, это круто. Ну, то есть, я почему удивился? Я думал, все-таки, ну, типа, за месси прям сильно больше пойдут, а там разница практически, ну, нулевая, если считать за день. Там совсем очень небольшая разница. Но, как видите, сейчас у тех людей, которые играют в Пес, и которые, по крайней мере, идут за эпическими игроками, все-таки им хочется игроков из прошлого. Итак, Мальдине. Великолепнейшая, слабая нога 3-3. Естественно, центральный защитник, естественно, может встать налево. Естественно, он оставите налево и не паритесь для своего Милана. Так, максимальный уровень, накидываем буст и прокачку. Ну, тут у нас 96 плюс все защитные статы. Точнее, все 99 плюс, а агрессия 96. Скорость с ускорением, опять же, шикарные для центрального защитника. Но, опять же, от 102, а от Бергоми 103 был бы как центральный защитник. такое. Прыжок есть, игра головой есть, корпус есть. Выносливости для защитника достаточно. Пас присутствует. Тут 14 статов отлетает в защиту. Много, конечно. Много, конечно, но при этом Мальдини у него великолепнейшая моделька в нашей игре. На поле он чувствуется прям кайфово. Ну, мне, по крайней мере, очень нравится. Могу рекомендовать, так сказать. Давайте пару статов снимем защиту. С защитой получим 94 плюс. Все. И при этом у нас 4 стата дополнительных остается. Допустим, а не 4, 8, 8, простите. Давайте на 4 поднимем пас. Все-таки Мальдини забрал мяч. Он будет 102 у вас. Вопросов никаких. То есть, общий рейтинг мы не потеряем. Просто я бы, допустим, добавил пас, чтобы после того, как он отобрал мяч у противника, он мог начинать атаки. Так, защиту, борьба в воздухе. Ну, смысла не получается. И, а почему бы и нет? А почему бы и нет? Я бы ему 4 стата добавил в дриблу, чтобы дрибла была полностью в желтой зоне. Итого, мы и так оставим 102-го себе центрального защитника с великолепными просто показателями в защиту, скоростью, ускорением, дриблой кое-какой, пасом кое-каким, корпусом, игрой головой и все отлично. И все отлично, как по мне. По навыкам. Так, акробатические выносы есть, перехват есть, опекун есть, верховое главенство есть, блокировщик есть. Что у нас нету? А, подкат есть. Ну, как я понимаю, все защитные навыки у него на месте. Точность подач окей. Я бы добавил низкий пас навесом. У него пас навесом 80 пойдет. Пас на ход есть, допустим, пас касания, пас разрез. Да и все. И вот вам великолепнейший центральный защитник, который, я уверен, станет одним из самых любимых центральных защитников вашей игры. Пожалуй, единственным таким полуминусом Мальдини 186 это далеко не карлик, да, назовем это так. Но все равно 194 было бы получше. Тем не менее, и с ростом 186, хорошей верткостью, даже балансом кое-каким, которого обычно у защитника нет, Мальдини будет прям очень-очень хорош. Итого, мы здесь имеем трех топовейших ЦЗшников. Реально. Любой из них спокойно станет ваш основной состав, и вы им будете довольны. Я свою прокачку сказал, мое мнение таково, по способностям аналогично сказал, свое мнение вы можете написать в комментариях. Почитаем, вдруг вы предложите что-то лучше, и другие ребята воспользуются не моим советом, а вашим. Вот такие дела. Что ж, спасибо, что смотрели, спасибо, что слушали, это крайне приятно. На этом прощаюсь, ребята. Отличного вам улова, надеюсь, вам эти эпики выпали, вы поставите их на поле и не разочаруетесь. Как всегда, морж, ребят, как всегда, пока, пока.